Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Бийске сразу пятеро человек, в том числе дети, умерли предположительно от отравления угарным газом. Заснять уборку мусора и поплатиться. Барнаульцам рассказывают, чем нужно подкармливать белок зимой. Вставай проклятием заклейменный. Сегодня в России местами за ее пределами отмечают 102-ю годовщину Октябрьской революции. Напомним, несмотря на дату празднования, ее называют Октябрьской, поскольку она состоялась 25 октября по старому стилю. В этот день по сигналу им стал пушечный выстрел крейсера «Аврора». Рабочие крестьяне захватили Зимний дворец и свергли временное правительство. Впереди были годы гражданской войны и установления советской власти. Больше 70 лет 7 ноября был главным праздником Советского Союза. Сегодня его празднуют, как правило, не так масштабно, при этом многие отмечают. Влияние октябрьских событий до сих пор откликается в нашей культуре и даже повседневной жизни. Подробнее об этом и не только смотрите сюжет в вечернем выпуске. Кстати, народный митинг в честь годовщины революции в Барнауле пройдет сегодня вечером. Это будет шествие от площади Октября к центральной площади Барнаула. Митинги проходят сегодня и в муниципалитетах, например, в Мамонтово. Проведением шествия там отвлеклись от подготовки открытию музея с символичным названием «Хочу в СССР». В основе экспозиции как раз тема революция. У нас в Мамонтово проходил бутырский бой. Что-то конкретно, что касается революции, формы одежды, там, первые революционеры, фотографии первых коммунаров, красноармейцев. У нас обязательно будет представлен наш легендарный полковой Этифимий Фодевич Мамонтов, из которого назвал «Наше село». В целом в фондах будущего музея более 5000 экспонатов. Это атрибутика и предметы быта 70-летней истории Советского Союза. Свою историю в музее начнется открытие 4-метрового памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Случится это символично в апреле. Музей создают в здании, где когда-то был детский сад. Ремонт там уже сделан. К другим темам. В Бийске 5 человек, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом. По данному факту, краевой следком возбудил уголовное дело. Трагедия произошла в ночь на 6 ноября в частном доме Бийска. По версии следствия, к хозяйке дома пришли гости. Среди них женщина с двумя детьми. Взрослые распивали алкоголь, затем уснули. Наутро без признаков жизни было обнаружено 5 тел. Все отравились угарным газом. Еще двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Предварительной причиной смерти могло стать неисправное печное отопление либо неправильная эксплуатация печного оборудования. В Барнаульском поселке Власих разбираются в причинах драки. Одного из жителей избили за видеосъемку ликвидации мусорной кучи на территории поселка. Среди уборщиков мусора мужчина узнал сотрудницу администрации индустриального района и отметил это вслух. Она попросила прекратить съемку, но мужчина не послушал, чем и поплатился. Нога сломаю, а я встать не могу на нее. Вот это мадам и вот эти два ублюдка. Сейчас заявление напишу. Вот он еще один. Серый! Серега! Ты сидеть будешь! Урод! И второй... По словам пострадавшего, сотрудница администрации сначала вызвала полицию и только потом позвонила в скорую. Пострадавшему диагностировали перелом колена. Росавиация нашла нарушение в работе Азур-Эйр после ЧП в Барнауле. Устранить их авиакомпания должна до 22 ноября, иначе попадет под санкции. Напомним, летевший из Вьетнама Боинг Азур-Эйр совершил жесткую посадку в Барнауле 25 сентября. На борту было больше 300 человек. Почти 50 получили ушибы и ссадины у одного перелома позвоночника. Известно, что капитан воздушного судна получил информацию от наземных служб о возможном возгорании стойки шасси и дал приказ об эвакуации. Позже возгорание не подтвердили. После проверки Росавиация постановила устранить все нарушения за две недели. 70 медиков Алтайского края будут получать компенсации за съемное жилье. Минздрав региона утвердил перечень должностей, которым возместят затраты на оплату найма жилых помещений. В перечне 69 пунктов. Самый большой список – с Алейска. Там траты на аренду квартиры возместят 14 специалистам. Это врач скорой помощи, хирург, невролог, терапевт, травматолог, онколог, рентгенолог. В Бийске таких медиков шесть. В перечне также два фельдшера в Кулундинской и Заринской больницах. Такие льготы для врачей утвердили для 20 учреждений края. Деньги выделят по госпрограмме развития здравоохранения в Алтайском крае. Барнаульцы предлагают администрации изменить несколько автобусных маршрутов. А именно 10, 25, 37, 60, 144 и 110. Свой вариант решения транспортного кризиса они выложили в двух барнаульских сообществах в соцсетях. Улицу Сергея Ускова предлагают оставить без маршрутов 10 и 60. Их народные инициаторы сократили до улицы Юрина и Аксиомы соответственно. 25 маршрут предлагают пустить по проспекту Комсомольскому. 37 считают, барнаульцы не должен добираться до микрорайона Восточный. Его конечные определили школу 56. А у 144 и 110 хотели бы исключить заезд в аэропорт. По мнению горожан, пассажирам авиарейсом удобнее возить экспресс автобусом. Пока авторы таких предложений не нашли общего одобрения даже у самих горожан. Новый рекордсмен, пятилетний барнаулиц Алексей Меркулов установил рекорд России по удержанию планки с весом 50% от собственного. Свой рекорд начинающий спортсмен показал на чемпионате Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. Алексею на спину положили блин весом в 10 килограммов. Сам мальчик весит всего 20. Мальчик держал планку целых 3 минуты. К таким цифрам Алексей готовился год. У юного спортсмена уже плотное расписание. Шесть раз в неделю мальчик занимается гимнастикой и другими физическими нагрузками. Рекорд Алексея может попасть в книгу рекордов Гиннеса. В Барнауле открыли сезон помощи белкам. В парке «Лесная сказка» установили кормушки, которые помогут грызунам перезимовать. Не все могут поедать белки. То есть самые популярные продукты, самые полезные – это орехи. Почти все орехи, в основном кедровые, арахис, грецкий и фундук. Все помимо миндаля. Миндаль ядовит для белок, поэтому его подкладывать не стоит. В прошлом году там выпускали 8 белок. Весной их семья выросла, зверьки дали потомство. Сейчас в парке живет больше 10 пушистых. Свои кормушки они делят с птицами. К людям местные белки привыкли, так что их можно кормить даже с рук. Зимой в городе они особенно остро нуждаются в помощи людей. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok